Чышки саважем вывтырса, ласково малаласа, мафтиса вещкытиса дойданбокса, вердиса юкталаса. Плавно и размеренно читает текст диктанта, заведующая библиотекой номер 11 Татьяна Погодаева. Коми-пермячка родом из Кудымкорского района. В Березняках живет более 30 лет, но родная культура и речь занимает особое место в ее сердце. Русский человек послушает Коми-пермятскую речь и может ему где-то покажется, где-то не очень как-то плавно может быть. Но когда ты этот язык понимаешь, когда ты его чувствуешь, он кажется самым прекрасным, самым каким-то родным, самым близким. Он вызывает приятные воспоминания о детстве. Всеобщий диктант по Коми-пермятскому языку проводится в крае уже в шестой раз. В Березняках проживает около тысячи Коми-пермяков, но в этом году в нашем городе его пишут всего 4 человека. История этих женщин похожа. Родились в Коми-пермятском округе, с детства говорили на родном языке и до сих пор он связывает их с родными. Я с мамой каждый день разговариваю по телефону, с папой разговариваю, с сестрой мы всегда по Коми-пермятски разговариваем, так что ты никак не забудешь этот язык. У меня Коми-пермяк, мы дома в основном на Коми-пермятском разговариваем. Я вот теперь уже горжусь своим языком, я всегда говорю, я деревенская Коми-пермятская. Мы дома Коми-пермяк кезла, мы дадут привет. Передаю всем Коми-пермякам большой привет. В этом году этнографический диктант пишут по тексту Коми-пермятского писателя Людмилы Гуляевой. Это отрывок из рассказа о том, как лошадь во время войны потеряла своего хозяина и после каким-то чудом вернулась в родную деревню. Итоги диктанта будут известны после 21 марта. Но, наверное, это действительно тот случай, когда результат не так важен, как участие. В библиотеке номер 11 на Комсомольской 4 есть целая подборка книг на Коми-пермятском языке. Вот, например, пермские сказки. И самое главное, здесь есть перевод на русский. Так что, если вы хотите вспомнить свой родной язык или изучить язык предков в библиотеку, добро пожаловать! Буратияны с понталом, как сказали бы, Коми-пермяки. А между тем, диктант давно закончился, но его участницы расходиться не спешили. За чашечкой чая хотелось столько всего обсудить на своем родном языке. Евгения Кокшарова, Сергей Антонович, Новости Верхнекамья. Субтитры создавал DimaTorzok